здравствуйте мои дорогие с вами евгения саженцева я психолог практик также я по образованию богослов я сегодня с утра записала одно видео потом решила что все таки надо немного по-другому на эту тему снять но кто успел посмотреть тут посмотрел я просто перешла на личности стала как-то на примерах это все рассказывать но лучше это все абстрактно расскажу без перехода на личности как нарцисс высасывает вашу внутреннюю энергию процесс как это происходит изнутри потому что не все это чувствуют иногда это познается только спустя какие-то года так скажем ну у многих так бывает что не 10 лет проживут с нарциссом потом хопа на ирак и не понимают откуда что пришло почему есть люди более чутки так скажем более толстокожие так вот я сегодня хочу вам немножко приоткрыть как этот вообще процесс происходит в моменте как его ощущают чуткие люди в моменте вообще вот как бы не уходя в какую-то даль здесь и сейчас посмотрите если человек духовный да то смысл его жизни в том чтобы накапливать в сердце благодать божью и мы когда наполнены богом то мы испытываем радость рядом с нарциссом вы обесточены то есть ваш поток так скажем энергетический соединение с богом он прерывается потому что эти люди умеют на ментальном уровне обрывать ваш поток энергии к богу и переподключать к себе это на самом деле очень духовные такие моменты потому что когда ты внутренне направляешь сердце к богу то ты в моменте как батарейка подзаряжаешься силой силой благодати божьей что происходит рядом с нарциссом он перенаправляет фокус внимания к себе конечно если вы очень очень сильно духовный человек то вы можете даже рядом находясь с нарциссом думать о боге но это будет составлять огромный труд мысленный то есть каждую мысль направленную к нарциссу придется отсекать от себя и перенаправлять к богу то есть это в моменте так происходит это мне не надо я об этом человеке думать не буду я буду думать все равно о боге но как только вы перенаправляете мысль к нарциссу вы обесточиваете свой так скажем в кавычках канал богу свое сердце не можете направить в полной силе к богу вы его направляете к нарциссу следовательно благодать от вас уходит и вы начинаете думать о нарциссе это очень ярко можно ощутить когда нарцисс рядом но в том числе когда вы далеко от нарцисса и продолжаете думать о нем происходит примерно те же самые процессы вот почему например в храме люди больше ощущают благодать божью да не потому что это именно то место где вы так скажем имеете близость к богу а потому что в целом вся обстановка в храме она заставляет тебя думать о боге то есть все до иконы расставлен ты начинаешь мысленно направлять свое сердце к богу там вся обстановка как некий косты способствует тому чтобы ты думал о боге и следовательно связь с богом устанавливается более сильная и ты начинаешь думать о боге начинаешь наполняться благодатью боже но здесь тоже есть один момент есть люди которые даже могут простоять 40 минут на богослужении когда перед ними все до иконы но мысленно думать каких-то суетных вещах например что я приготовлю сегодня после службы что я хочу купить в подарок сыну такие вот примеры привожу да то есть в целом конечно не место делает из вас духовного человека ваше сердце но все что мы видим вокруг оно либо способствует помогает нам приближению к богу либо отдаляет и это тоже нужно учитывать потому что еще раз повторюсь это надо быть наверно очень супер супер духовным супер сильно сильным человеком чтобы находясь в компании насильников думать о боге понимаете это практически невозможно хотя в целом теоретически возможно направить сердце к богу это такое небольшое предисловие да потому что я тоже не хочу чтобы вы заблуждались в том плане что именно от места именно от каких-то обстоятельств зависит наше счастье нет но какие-то вещи и люди способствуют нам направить сердце к богу какие-то наоборот заставляют нас усиленно так скажем прерывать этот процесс вернусь к первоначальной мысли когда вы рядом с нарциссом и он причем всеми силами пытается чтобы вы действительно все сердце обратили к нему иногда это происходит более ярко иногда менее тут как бы тоже зависит от нарцисса бывает перверзный нарцисс который буквально кричит о том чтобы вы думали о нем когда он говорит что сделай для меня это сделай для меня то да гоняет чувство вины и бывают и скрытые нарциссы которые просто вздохами ахами презрением каким-то взглядом могут тоже заставлять делать то же самое но по сути что происходит вы обесточены и вы перенаправляете фокус внимания на нарцисса следовательно ваша энергия уходит к нарциссу вы переподключаете так скажем свой канал духовный от бога к нарциссу вы обесточены и вы лишаетесь благодати божьей в этот момент и здесь ваше здоровье ваша внутренняя сила она уходит к нарциссу а вы получаетесь как бы обесточены и энергетически теряете свою силу здесь как бы все взаимосвязано и ваше духовное состояние и ваше физическое состояние потому что может даже ощущаться какой-то некий холод даже физически рядом с нарциссом несмотря на то что например если в квартире тепло и ваша энергия она уходит к нарциссу вы обесточены еще раз повторяю но нельзя наверное все таки отрицать что в том же самом храме вы наполняетесь и это все способствует но в доме с нарциссом вы обязательно будете испытывать этот перелив энергии от вас к нарциссу вы можете это не сильно ощущать но это происходит так или иначе и поэтому рядом с нарциссом вы не можете в полной мере приближаться к богу давайте еще отойдем от этих красивых слов и поговорим более материально более материально вот смотрите когда вы в компании плохих людей алкоголиков каких-нибудь наркоманов и так далее так или иначе вы заражаетесь их страстями точно так же и с нарциссом вы заражаетесь его состояниями поэтому когда мы хотим приближаться к богу и когда мы хотим быть счастливыми мы должны окружать себя людьми которые имеют одинаковые цели с нами или как минимум быть одному потому что духовный человек даже когда он один он ощущает благодать божью вне зависимости от того есть рядом с ним духовный какой-то батюшка или нет и это очень на самом деле сложное состояние перенаправить свое сердце к богу тогда когда вот так вот перед тобой красной тряпкой машут как перед быком и провоцируют допустим тебя на негатив на какой-то гнев допустим да как же нарцисс это обычно он тебя выкачивает из тебя эмоции он тебя провоцирует именно на этот негатив потому что они сами по себе пустые да они люди которые наполняют свое сердце сатаной страстями поэтому мы когда рядом с ними особенно если мы допустим слабы или мы сами по себе больны чем-то это практически невозможно быть счастливым рядом с нарциссом и нужно прилагать огромные огромные усилия чтобы быть счастливым но вы можете ощущать в любом другом месте поток возвращения вашей силы если вы не рядом с нарциссом очень печально когда люди уже расходятся с нарциссом но продолжают о нем так много думать что этот поток и канал продолжает к нему поступать значит настолько сильное произошло заражение с этим нужно работать в течение дня контролировать свои мысли перенаправлять их Богу на себя фокусироваться на хорошем стараться что каждая ваша мысль направленная к нарциссу будет обесточивать вас и лишать вас общение с Богом и лишать вас радости берегите себя